Торжественный прием в филармонии был посвящен людям, тем, кто ежедневным трудом создает наш город, историю, архитектуру, культуру. Основное событие приема – награждение почетным знаком за заслуги перед городом Рязанию и медалью Надежды Чумаковой, а также рязанцев, внесших значительный вклад в развитие города. Награды вручила глава муниципального образования Юлия Рокотянская. Сегодня в зале лучший из лучших. И мне с большой честью, с большим уважением сегодня хочется поздравить с теми званиями, с теми наградами, которые вы получаете. Это ваш труд, ваш несоизмеримый склад в развитии нашего родного города. Почетным знаком за заслуги перед городом Рязанию награждены краевед Арсен Бабурин, ректор РязГМУ имени Павлова Роман Калинин и ректор Реро Андрей Кашаев. Решением Рязанской городской думы звание почетный гражданин города Рязани присвоено ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Попову. На протяжении многих лет он участвовал в общественной жизни города, занимался патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Не так давно Попов отметил столетний юбилей. Наш Рязань уникальна своей историей, памятниками архитектуры, своими традициями, современными достижениями. Но главное ее богатство – это люди. Талантливые, инициативные, надежные. К своему 926 дню рождения Рязань подошла с хорошими результатами. Продолжается реконструкция второй гимназии, построен детский сад, капитальный ремонт детской музыкальной школы номер 6 обещают завершить к 1 сентября. В Кальном началось строительство новой школы, и все это результаты одного года, отметила глава города. А Николай Любимов за созидательный труд и инициативность поблагодарил горожан. Во многом благодаря вашей поддержке успешно воплощаются в жизнь важнейшие проекты, направленные на укрепление экономики и социальной сферы, развитие территорий, повышение качества жизни людей. Убежден, что и в дальнейшем наша любимая Рязань будет активно развиваться, станет более благоустроенной, благополучной и комфортной. Мы видим, как за последние годы преобразился областной центр, и эта тенденция обязательно будет продолжена. Впереди много планов и разных возможностей, которые сегодня в том числе заключаются и в национальных проектах России. Губернатор заявил, что в Рязани продолжат строительство школ и детсадов, новых объектов здравоохранения, среди которых лечебный корпус онкодиспансера, будет развиваться проект благоустройства лесопарка, вторую жизнь получит торговый городок. Также в городе будут приводить в порядок и другие общественные дворовые территории.